всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле все кто попал на это видео на мой ролик на мой канал на мой сайт и смотрят меня сейчас всех я вас приветствую всем желаю всего самого доброго светлого чистого радостного в умы и прозрения в сердца от доброты и любви радости и мира в тела здоровья в семьи в дома счастье и любви и радости ну а на работе учебе во всех сверху жизни благополучия и успехов меня зовут куньцов дмитрий в интернете известен как веган христолюб и сегодня на интереснейший как я считаю ролик по сути мы с вами кто смотрит последовательно знает что мы заканчиваем цикл моих видеозаписи проповеди лекции о йоге во христе ли его глазами христианина но я сделал специально для этого ролика другой значок это видео является послесловием но в принципе конечно кто на него попадет может посмотреть его автономно в этом видео мы будем сравнивать йогу йог и йогин ства йог ства как хотите до йогу и христианство началось все с комментария елены у меня в одноклассниках ну и по сути прямого вопроса в комментарии двух вопросов как я отношусь к практике йоги и могут ли по моему мнению христиане заниматься восточным искусством на этот краткий вопрос я ответил тоже на своем канале кратко все видео которые я записал собраны в плейлисте йога во христе ли его глазами христианина ну и как мы видим я кратко сестра таланта и моя любимая добродетель всего лишь потребовалось мне 30 видео записать чтобы ответить на этот вопрос но вы понимаете я шучу вот здесь с 27 не добавлен еще 8 и 28 29 которые сейчас записываю ну округлив можно сказать что 30 роликов в 30 роликов я уложился и записал свой ответ на комментарии на вопросы елены в комментарии который написал в одноклассниках я подготовил для вас некие слайды в фотошопе которыми сегодня будем пользоваться прежде чем сравнить конечно же йогу и христианство надо поговорить о том что такое христианство что такое йога в тех предыдущих 28 роликах мы в принципе об этом говорили мы смотрели что такое йога естественно я как христианин сразу пытался разные добродетели свойства ступени шаги шаги сравнивать с христианством и вообще много говорить о христианстве сегодня еще раз и так как это все таки заключительный последовательный ролик и в основном мы пытались выяснить что же такое йога чтобы понять как не относиться и стоит ли ей заниматься и практиковать христианину то сегодня мы наоборот тем более человек может попасть на это видео не христианинами хотелось бы как раз им презентовать и сказать и благовествовать что же такое на самом деле настоящее истинное христианство конечно же христианство мы узнаем из евангелия евангелие это история о жизни учения иисуса христа бога явившегося во плоти где он и был всегда в невидимом мире для нас сейчас тоже во плоти евангелие это маленькая история маленькая часть можно сказать одна история описано четырьмя разными авторами все это входит все эти евангелия истории разными авторами описаны входит в более большой тавтологично сказал в более крупный сборник под названием новый завет который является частью всей библии состоящей из писания ветхого и нового завета и вот это вот евангелие сегодня очень кратко сжатка но я постараюсь презентовать тем людям которые может быть идут ищут еще истину даст ищут путь познание истины теоретически что потом папа последовать ему практикой с чего начинается евангелие вообще вера и наше мирозрение меняется от нашего слышали поэтому я думаю многим людям известным даже не христианам такой известный философ богослов и святой это апостол павел некогда законник иудеи фарисей которые от открытия ему истины во свете любви стал ярым горячим проповедником истины которые в любви ко всему божьему творению который в бессмертии любви всему боже творить вот естественно этот и этот великий богослов знаток бога знаток истины апостол павел действительно святой человек говорил что что вера от слышали говорил правильно то есть то что мы верим принимаем какое-то мировоззрение потом идем по нему сначала мы его откуда-то слышим конечно же бог просвещает всякого человека который он сотворил и привел в бытие но при этом так господь попустил что все мы никогда сначала рождаемся бываем детьми юношами отроками юношами взрослыми старцами да и мы что-то от кого-то слышим и возрастаем друг от друга и вот это вера от слышания что же слышит христианин сейчас и ну или человек потом ставший христианином да он слышит призыв к покаянию в евангелии мы об этом читаем что первый такой призыв делает к народу притечи тот кто предваряет притечи иисуса христа бога пришедшего плоти это пророк я самый большой и даже больше пророков который является голосом вопиющего в пустыне он призывает людей к чему покаянию с этого начинается и христианство с этого же покаяния призыву к покаянию и начал иисус христос свое служение сам иисус христос является богом явившимся во плоти кается ему не в чем было но он прошел тот путь который проходит все он пришел к реке иордан внешне по телу крестился в ней и на него снизошел святой дух хотя он бог и он и если этот дух все это было видимо проложено для нас как путь детей идущих в небесное царство своего творца и создателя отца после этого после веры в слышание человек кается иисус это единственный человек бога человек бог образом подобие кому мы все являемся поэтому его называемый человеком то что мы люди мы боги и дети всевышнего все мы все созданы по образу и подобие нашего творца создателя родителя то мы все после этого призыва к покаянию в злых делах своим что делаем если мы действительно принимаем на уровне теории только мировоззрение в том что да я был грешником я был нищий духом и человек раскаивается в своих делах этот человек начинает новый этап жизни покаяние это смысл слова с грецкого переворот разворот на 180 градусов назад естественно чтобы изменить свою жизнь человеку нужно некоторое время причем именно такого внутреннего духовного переосмысления своей жизни что добро и что зло почему я творил зло я хочу творить добро и по плоти действительно иисус после покаяния человек который себя покаяние разворачивается на 180 градусов раз себя все всю гадость всю нечисть выкидывает естественно человек святое место мы знаем пусто не бывает религиозная пословица атеистическая пословица природа не терпит пустоты да естественно человек наполняется духом святым духом божьим духом истины он его принимает как как семечко как иисус потом много будет раз сравнивать жизнь христианина как семечко превратившегося в дерево и дав выросшие в дерево и давшие плоды вот так и человек этот будучи этим семечком приняв дух святой как семечко еще хотя дух есть бог бог есть все во всем но символ того что он его принимает только как семечко только как зачаток только как начало своего пути естественно уход в пустыне символизирует прорастание растения сначала вниз любой семечко пускает прежде чем выйти из земли пускает корни укрепляется в земле вот так и человек конечно же услышавший однажды проповедь истины о том что человек а в чем же это проповедь человек ты бессмертен и счастлив только ты можешь быть избирая добро в своей жизни любовь ко всему божьему творению вот я когда это слышит естественно он кается в этом он кается в том что он сам собой долгое время боролся с ним принимал бессмертие собственной природы до бытия потому что он думал что он умрет его съедят черви и все и поэтому живи сегодня ешь пей веселись душа моя до грайп убивая на силу делай все ради собственного счастья рада продления собственной жизни и здоровья когда человек все это и слышит о том что человек ты бессмертен и счастье полноту счастья в принципе ты можешь обрести только в примирении с этим мировоззрением принятием того что ты бессмертно хотя все внутреннее существо тебе об этом вопиет ты лишь согласись с этим если ты соглашаешься с тем что ты бессмертен ты пойми ты же знаешь это что счастлив ты только тогда только когда ты любишь и любим соответственно любовь проявляется в делах то есть ты творишь добрые дела и эти добрые дела творят к тебе и проходя эти добрые тела проявляются к твоему телу или духу проходя вот эту вот плоть грань между видимым и невидимым миром ты что-то ощущаешь боль или наоборот или приятные ощущения страдания или наоборот удовольствие ты что ты чувствуешь своей то душой твой мой скота анализирует воспринимает и хочет этого еще вот человек конечно же принявши услышавшие это однажды и принявши это начинает переквашиваться есть тоже такой образ евангельский да как закваска положенная в тесто и потихоньку все тесто заквашивает всю муку и туда всю смесь эту или наоборот в земле пускает корни человек уходит в пустыню там не только борется с собой чтобы откинуть от себя все зло там же еще иисус там же еще человек любой в частности иисус испытывает себя в отречении даже от каких-то временного отречения от каких-то удовольствий только для того чтобы понять готов ли он к жертвенной любви конечно же всю жизнь просто отречься от удовольствия нет никакого смысла и без жизни она есть получение удовольствия наслаждений что и доставляет человеку радость законное же конечно удовольствие и законный метод их получения но человек испытывает себя готов ли он когда придется отказаться даже от радости возможно ради чего невозможно от ради чего-то просто так отказ от удовольствия не делает человек счастливым наоборот делает его несчастным а вот действительно когда потребуется время отказаться ради какой-то великой цели ради любви к ближнему до готов ли оторвать от себя что-то да я могу этим пользоваться но я могу поделиться готов ли даже жизнь отдать ради счастья ближнего до ради этой любви человек в этой пустыне сам себя испытывает конечно же когда человек побеждает сам себя он уже окончательно выходит из этой пустыни в силе духа и заключает с творцом создателем со своим обет завет дает обет богу что стать совершенным стать богом стать святым он выходит в силе духа этот новый завет в чем том что ты свободный человек не из-под палки и даже не манясь небесным царством или пугаясь адом ты сам понимаешь истину в этой пустыне ты обретаешь полноту знаний в пустыне ты обретаешь полноту знаний что ты бессмертен и только творя благо и когда благо будет с растворено во всем мире и все будут люди добрыми и принявшими свое бытие свое бессмертие только тогда все будут абсолютно счастливы и блаженны вот пустыня именно для всего этого познание этого и тогда ты да ты выходишь решаясь полностью стать счастливым через что через принятие бессмертия собственно собственного бытия ли я личности а я это совокупность моих выборов это моя личность это то что я делаю я понимаю что чем я больше буду это я насыщать правильными выборами добро я буду становиться радостно мирным кротким смиренным терпеливым счастливым да естественно человек заключает с богом так называемый такой завет на самом деле он его делает заключает сам собой и сам себя делает счастливым естественно это невозможно без любви ко всему божьему творению в первую очередь кому к любящим нас к ближним нас это жертва это это любовь которая к тем кто беззащитны к слабым естественно это любовь ко всем живым чувствующим существам которых есть сердце которых есть ум у которых есть кровь который душа всем это и так понятно которых есть глаза у которых есть уши которые тоже воспринимают этот мир и через ощущение чувствуют сердцем и умом анализирует и хотят этих чувств хотят наслаждение еще и не хотят страдать или прикрыть или прекращение своей жизни конечно же христианство это прежде любовь к обездоленным начинается она с этого любовь ко всем чувствующим живым существам это животные млекопитающие рыбы птицы все у кого есть кровь все у кого есть глаза все у кого есть тело которая у которых есть нервная система которые ощущают этот мир которые через эти ощущения его чувствуют и умом через пол через это чувствование посредством ощущений хотят жить и радоваться жизни естественно христианин полностью отрекается от эксплуатации и и тем более уж лишения смерти и лишения жизни то есть смерти убийства любого живого чувствующего существа к сожалению вынуждено говорится что в псевдо христианстве таких как православие католицизм протестантизм это этот фундамент это начало христианской жизни практически уничтожено и вырезана из даже так называемых священных текстов все это было с годами подрихтована вся жизнь и учение иисуса христа сам иисус христос ничего не писал не позволял за собой стенографировать оставив человека в свободе творить добро и зло и когда истинное христианство пытались как-то ассимилировать адаптировать под ту же самую византийскую империю естественно его рихтанули так что до неузнаваемости да но настоящее христианство именно в этом естественно это любовь к любящим людям да проявляемая опять же правильно да это не значит что мы всем любящим нас позволяем творить все беззаконии участвуем во всех беззакониях нет любовь к любящим как раз на примере жизни учения иисуса христа оставленном в евангелии пусть и в таких извращенных и ложных и зачастую формах дошедших до нас через псевдо христианские секты такие как православие кталицизм протестантизм все равно мы видим как проявляется настоящая любовь к божьему творению к любящим даже нас людям когда они пребывают во зле это далеко не целование всем туфель не поощрение ихнего зла тем более не соучастие в этом зле да но действительно это и никакой не превозношение не тщеславие от того что ты действительно обретаешь истину идешь этим путем истины иисус примером умытия ног тогда многое показал ученикам которые кичились друг над другом но при этом когда они противились и пути его святой жизнью чтобы оставить нам вот этот путь и жертвенный крестоносительный тернистый путь в небесное царство он как бог придя во плоти придя в роли сына до показал нам этот путь как мы дети должны поступать когда ему кто-нибудь противилась из родственников или друзей он всегда их отодвигал или простые слушатели говорил не хотите ли вы идти и и и вы можете отойти вольному воле да вот или прямо грелатой дед меня естественно это любовь ко всем людям на земле особенно которые еще мне не сделали ничего хорошего ничего плохого да иисус прямо учила любви к ближнему а ближний это тот человек кто встречается на пути твоей жизни тот находится на расстоянии вытянутой твоей руки все в области твоего взгляда в диапазоне твоего слуха это любой нуждающийся человек этим людям ты действительно познал истину которая в любви ты даришь любовь ты делает творишь добрые дела эти люди в ответ любят тебя в этом закон бытия но и апогеи самый пик христианства то что явил бог в мире лежащем возле о том что любовь она не делит людей на плохих и хороших она смысле делит их по теории но по практике по сущности своей она любит всех да даже то творение свое которое уклонилась во зло поэтому иисус учил в общем то с этого начинается заканчивается настоящий истинное христианство потому что все остальное делают как сам иисус горел и что мы действительно видим в бытие делают и и грешники и грешники любят грешников и грешники любят любящих их да вот действительно христианство иисус единственный раз где называет тех кто пойдет этим путем детьми божьими детьми отца небесного это тогда когда и проповедуют о любви к врагам иисус говорит вам сказано древним люби ближнего твоего только еврея ненавидь врага своего а я говорю вам любите врагов ваших и иисус говорит что это такое это благо естественно молитесь за врагов ваших то есть молитва это внутреннее желание всем людям добра естественно твое желание твоя сущность твоя природа твое мышление проявится в делах а дело это слово которое мы изрекаем устами поэтому иисус говорил благословляйте врагов ваших и что делать благотворите ненавидящим вас и тогда иисус говорил вы только будете детьми вы будьте богами и детьми бога всевышнего родители вашего отца вашего небесного который посылает дождь свой на праведного неправедного на грешного и святого и так будьте совершенны как совершен отец ваш небесный будьте святы как свят господь будьте милосердны как милосерд отец ваш небесный в этом и есть христианство с этого только христианство хоть и весь путь иисус естественно прошел и нам дал себя в пример и образец для подражания этой этого тернистого пути как крестоносительного в небесное царство этой евангельской жизни во Христе, то само вот это христианство, истина Его, который только явил Иисус, и на земле нет был подобных примеров, это, конечно же, любовь к врагам. Это надо тоже понимать. Своим воскресением Иисус, конечно же, дал нам твердый фундамент, основание, хотя мы с вами, все христиане, которые явно не видели воскресение Иисуса Христа, это единственное мировоззрение, так его назовем, учение, проповедь того, что Бог, явившись во плоти, явно дал человеку, каждому человеку, им сотворенному, что человек, ты бессмертен, явное доказательство, воскреснув во плоти и не умерев уже никогда. После этого Иисус возносится на небеса, то есть опять уходит от людей, от своего творения, для чего? Для того, чтобы оставить его в свободе, верить и принять природу бытия, такую как сущность, как бессмертие и любовь ко всему и творению, чтобы никого не заставлять любить друг друга, а пройти тем же самым путем, каким прошел и он. От услышания этой истины, да, сотворения этой истины, и по кругу потом начать уже другим в своей жизни являть это все и говорить об этом. И так по кругу человек живет. И человек, как дерево, любое возрастает там из колечки, укрепляется. Вот человек изо дня в день, живя евангельской жизнью, возрастает во Христе, да. Это все крепчает, все твердеет, все больше и больше приносит плоды. Вот она вся суть Евангелия, да. Суть христианской жизни, путь христианской жизни. От услышания истины до проповеди самому этой истины. Ну, как Иисус говорил, сначала сотворите, а потом научите. И идите по всему миру и учите, сами соблюдая все это, учите людей делать то же самое. И так по кругу, и так заквашиваете весь мир. Вот оно христианство. Самое настоящее, что есть христианство. В себе Иисус явил абсолютно весь этот путь. Ну и давайте сегодня сравним с йогой. Что мы с вами на протяжении этих почти 30 роликов смотрели? Справедливости ради надо сказать, что по сути мы с вами, помните, когда мы с вами начали с первой ступени под названием Яма, Яма-йога. С первой, прямо ее так назовем, шага, добродетели, критерия, ахинса, да, или как-то там был, я уже забыл, да. Этот путь, неважно, это тоже не переведенный просто на русский санскритский транслит, транскрипция такая, да. Вы помните, что надо сказать, что тоже действительно оно началось с нетворения зла, да. Вот тут, я говорю, ну, во-первых, тоже проповедь, естественно, хотя в югизме нет такого, знаете, ведь Иисус, посылая, сам пройдя этим путем и посылая своих учеников на проповедь, ставил это, как, кто знает, в псевдо-христианстве называется это даже таким великим поручением, да, идти вот это делать по всему миру, проповедовать, благовествовать, и делом, конечно же, прежде всего, и словом. А вы знаете, почему это надо делать? Ну, потому что это и есть дело любви. Если ты любишь, ты будешь нести людям благо. Если ты сейчас сам обрел блаженство, счастье, и ты любишь людей, а ты не сможешь его обрести без любви этой, да, ты начнешь этим, этой любовью, этим благом делиться. Поэтому это тоже, с одной стороны, все это естественно начинает зацикливаться. Вот мы с вами, когда читали по йогизму, мы встречали такое с вами, мы с вами столько роликов записали, столько всего почитали. Мы видели это как добродетель деления этой истины, но вот мы не встретили. Да, в более глубоком, конечно же, изучении это можно увидеть в разных статьях, в каких-то мировоззрениях, лекциях, проповедях, тех же самых йогов. Мы сможем это где-то что-то услышать, увидеть. Но вот мы с вами обратились на популярные, так скажем, ресурсы, такие как Яндекс, Википедия, в частности, там, сайт «Традиция надхов», да, мы с вами по нему изучали. В Евангелии это красная нить, она начинается с проповеди и заканчивается, Иисус замыкает как будто этот круг, да, чтобы вот это было каждый раз. И вся его жизнь это проповедь. Конечно же, Евангелие отличается от йогизма таким ярким примером совершенной жизни Бога, пришедшего во плоти, где он именно делами это все делает, да. Конечно же, как я еще раз повторюсь, справедливости ради, надо сказать, что да, йога тоже начиналась как бы с призыва к покаянию, то есть не творение зла. Да, в разных формах и всем видам живых существ такое было, да. Давайте мы пока общими фразами поговорим. Любовь к животным. Любовь к животным. Есть в йоге? Конечно, есть. Ко всем живым чувствуешь существам. Ко всем. Как она проявляется? Я люблю и убиваю и пожираю их трупы? Нет. Избирательная какая-то любовь? Я этих люблю кошечек, собачек, там, коровок, да, тоже люблю, только кушать, убивать и пожирать их трупы. Нет. Действительно, в йоге полноценная любовь, правильно проявляемая ко всем живым чувствующим существам. Любовь к любящим. Доброделание. Есть? Есть в йоге, да. Читали мы такое. Особенно все мы с вами проходили в первом шаге, в первой ступени, да. Любовь к нуждающимся в виде благотворительности, доброделания, да, милосердии. Есть? Есть. Любовь к врагам была в йоге. Ну вот, как таковой, то, что мы с вами прочитали, вы же вспомните, кто, конечно, автономно смотрит этот ролик, мы с вами не встретили. Как таковой, ярко выраженной проповеди, призыву к любви. Да, и кто знает, йога, конечно же, достаточно миролюбивая, да, миротворческая, можно даже сказать, такая, мировоззрение, религия. Ну, прямо мы много читали о любви к врагам. Нет. Это надо самому себе признаться. В христианстве любовь к врагам, как я вам сегодня сказал, это центр учения, это пик. Потому что все остальное есть везде. Иисус сказал, что дети боги, вы боги и дети Всевышнего, все вы тогда, когда вы любите врагов. Потому что все остальное делают и грешники даже. И вот именно, и те, кто пусть не грешники, многого достигли, но все-таки. Вот вам живой пример йога. Что-то мы о любви к врагам с вами прочитали, как такового нет. Слышали мы, так скажем, да, при изучении. Нет. Христианство – это центр учения, любовь к врагам. Все остальное, естественно, ты обязан сделать просто. Ты обязан сделать. Но, христианином, ты будешь тогда, когда ты будешь проявлять свою любовь даже к врагам, к миру, лежащему во зле. Пустыня в христианстве, в йоге есть? Еще как. С третьей ступени. Мы с вами восемь ступеней прошли. Буддизм, йога. Хоть буддизм и не стали параллельно рассматривать, чтобы не увеличивать, так скажем, видео, не расширять его, чтобы не терялась красная мысль. Неважно, что в восьмеричном ступенях буддизма, восьмеричном пути, что в ступенях или этих ступенях йоги. По сути, после первых двух ступеней начинается вот эта вот пустыня. В этой всей пустыне человек сконцентрирован на себе. На себе, да, там, на энергии, на боге якобы, непонятно каком. Это и есть вся его пустыня. И цель этой пустыни всей. Вот. Мокша, нирвана. Самадхи. Все, что с этим связано. Вот она йога. Вот теперь я хочу, чтобы мы с вами, ну, естественно, сегодня мы подробно, говорю, уже не разбираем все, это как даже Евангелие. Хотя по Евангелию у меня вообще, естественно, вся моя жизнь этому посвящена, и сколько видео, и по Писанию, и отдельных проповедей. Мы с вами лишь напоминаем, а христианство презентовал для тех, кто с ним не был никогда знаком. Видно разницу или нет? Я вот хочу, чтобы вы увидели. Христианство или йога? Христианство или йога? Христианство или йога? Я вам скажу, что при всей, как бы, внешней схожести вот этой, христианство это не йога. И йога это не христианство. И при всей схожести общей жизни, ибо мы-то все жители одной планеты, и Бог создал нас всех одних, и просвещает Бог, конечно же, всякого человека, пришедшего в мир. И не хочет Бог смерти грешника, ну, чтобы покаялся и обрел жизнь. Но после вот этого курса, кто меня прослушал, естественно, поэтому я говорю, кто даже на этот ролик попадет случайно, впервые, даже досмотрит до конца, и все-таки захочет более тонко разобраться, я уже дал рекомендацию к своему плейлисту на своем канале, который называется Йога во Христе, вы его найдете. Просмотреть все ролики, чтобы, конечно же, понять полное представление, ну, достаточно полное, или более, чем вот это сегодняшнее, после этого ролика. Посмотрите внимательно, на чем сконцентрировано христианство. Оно начинается с пустыни и заканчивается жертвенной любовью. Начинается с пустыни, я вот даже уберу вот это, чтобы у вас последний вот этот кадр был виден хорошо. Она начинается с пустыни и заканчивается любовью. Вся суть христианства, она все время говорит о подвиге любви, причем возрастании в этом подвиге, выше, 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 выше. Каждый день, изо дня в день, ты совершенствуешь в этой добродетели. Воскресение Иисуса Христа, ты не медитируешь на нем, ты не молишься о нем, ты просто принимаешь то, что я бессмертен, о чем я вам много говорил в предыдущих роликах. Суть бессмертия и обретение блаженства или счастья от осознания того, что ты бессмертен, что в йоге, по сути, последними ступенями является. В христианстве это просто начало. Единственное, Иисус это своей жизнью, естественно, явил в оконцовке, когда его убили, он явил свою абсолютную, жертвенную, божественную, совершенную любовь. Но говорил он Иисус об этом постоянно. Это просто принимается христианином изначально. Фундамент бытия, бессмертия, Бог бессмертен, бытие бессмертно, человек, Бог, образ и подобие своего Бога Творца бессмертен в сущности. Ты даже веришь в это, не веришь, это абсолютно не важно, потому что это просто есть. Просто веря в это, и то слово не очень хорошее, примирившись с этим, приняв свою сущность, свою природу, с этого и начинается христианство. Ты должен принять это. Если Христос наш не воскрес, Павел писал прекрасные слова, то тщетно вся моя вера, вот это мое мировоззрение, убеждение, что дальше я пойду по этой ступеньке, я начну творить только добро в своей жизни, избирать только благо, поступать только по любви к Божьему творению, даже лежащему во зле. Я обрету полноту, счастье. В буддизме, в йоге, как мы с вами читали, это как будто последняя степень, я вот обретаю вот это вот. Да, можно сказать, вы можете, особенно кто, если йоги будут мне что-то доказывать, скажут, ну вот как раз эти первые шаги, ты же сам читал, что вот там вот это все, без этого там было написано, что без этого, конечно же, без любви к нетворению, без нетворения зла к Божьему творению, без благодетельства, милосердия, да, добрых делах к посторонним или ближним нас людях, и в ближнем, даже в понятии христианства любого человека, который на расстоянии вытянутой руки для тебя, как бы все остальное бесполезно, невозможно, да, как бы ты должен пройти, и ты вот так вот идешь, но в христианстве этого нету. И как мы с вами в йоге посмотрели, вся вот эта вот жизнь моя, то есть йога концентрируется в оконцовке на себе, я ушел, я обрел какую-то нирвану, в мокшу впал, в транс. То есть христианство – это, наоборот, с растворением, так скажем, своей жизни в любви ко всему Божьему творению, что именно любовь меня делает счастливым, потому что я кому-то что-то делаю именно на объекте любви сконцентрировано все внимание, на моей любви к этому объекте, что я должен все больше и больше возрастать в любви, как писал прекрасно великий философ, богослов и святой апостол Павел, чтобы приходить в совершенный возраст Христов. Йога об этом не говорит. Она не говорит, что эти первые ступени ты должен доводить до совершенства. Там как будто есть, есть какая-то норма, вы знаете, а в любви нет предела, как и нет его в Боге. С любви все начинается, ею все движется и ею все заканчивается. Вот эта вот пустыня, она проходится, проходится однажды. Вы помните, Иисус в пустыне пребывал всего 40 дней. Вся остальная жизнь, даже вот эта земная его деятельная, она была построена, посвящена и сконцентрирована на человеке, на Божьем бытие, на его бытие. Я говорю, жалко, что оттуда все повырезали, что касается животных там в основном, да, природы. Как будто Иисусу до нее Бог, пришедшим во плоти, дела не было. Бог, любовь, проявляемая одна любовь. Бог один, любовь одна ко всему его творению. Те, кто хоть раз читал Евангелие, а те, кто слушает этот ролик и никогда читал, прочитайте Евангелие. Вся жизнь Иисуса, вы будете читать все, что вы будете видеть, человека, полностью посвятившего себя доброделанию. Дел любви к человеку. Это вот такая вот жажда и пламень любви к человеку, проявляемая в делах, в делах проповеди, в делах исцеления, изгнания бесов, кормления, веселения, воскрешения даже из мертвых, то есть задавания жизни человеку. Вот вся его жизнь. В этом Евангелии, все, что ты читаешь в Евангелии, как Иисус любит и проповедует о любви. Любит и стоит стойко и твердо в проповеди этой любви и в этих делах любви. Причем это его личная жизнь. Это не просто философия, это не просто учение на бумажке, это его реальная жизнь. И за дня в день он делает, делает и являет свою любовь, деятельно являет свою любовь к людям. Даже до креста. Даже до креста. Являя свою любовь даже тем людям, которые ненавидят его, которые прибивают его ко Христу, ко Христу, чтобы унизить его и по телу, и по духу. Говорят, что проклятые люди умирают в такой позорной смерти. И высота этой любви Иисуса познается тогда, когда вы признаете Иисуса Богом. Тогда вы понимаете, что Он, обладая абсолютной властью, не страдать как минимум, а еще и в оконцовке по шапке надавать. То мы видим, как Иисус всей своей жизнью смиренно, кротко и долготерпеливо являет свою любовь во всем. В слове, когда Он долго учит непонимающих. Как Он общается с противниками. Как Он потом даже отдает себя на это растерзание, чтобы явить эту жертвенную любовь. Ничего подобного в югизме вы не увидите. Вы не увидите концентрации, можно сказать, культа вот этой вот любви к человеку. Ко всему Божьему творению. Вот этой стойкости в любви, в жизни, в жизни в любви к человеку. Человек, прочитавший Евангелие, он никогда уже не останется прежним, это точно. Причем речь не о каком-то учении. Евангелие – это книга, нераздельная книга. Иисус сам ничего не написал, не позволял своим ученикам проповедовать о жизни и учении Иисуса. Он уже никогда не уходит надолго в какие-то пустыни. Это не является его целью. Да, во время служения любви к людям, обычной человеческой жизни, он тоже уединяется. Он отдыхает, он общается с Богом, как если хотите, хотя сам он им является, просто пролагает нам путь. Мы все отдыхаем, мы также любим личностного Бога, как и любого человека, потому что Бог есть личность, Бог есть даже человек, если хотите. Мы также с ним общаемся, вот и все. Но у него не было этой цели. Он не учил своих учеников всех познать нирвану и уйти в пещеры. Вся его концентрация жизни была направлена в любви к человеку, делание людей счастливыми и радостными. Человек, прочитавший Евангелие, не сможет не поразиться жизнью этого, пусть кто как считает даже человека. Причем это вот такая вот маленькая книжка. В йогу вы полезете в определение на определение, в учение на учение. Здесь вы просто читаете. Единственное их четыре, как минимум, канонических Евангелий, кто знает, это разные просто авторы, как мы с вами просто одного и того же человека описываем. Разные люди, кто-то знает этого на работе, кто-то еще где-то, или мы все знаем его на работе, но каждый по-своему этого человека описывает. Прочитав Евангелие, любой человек не сможет не удивиться этой жизни. Вы знаете, я когда готовился к этому ролику, и вообще не раз меня о йоге спрашивали, я как все, ну как все мои, да, я столько слов думал скажу, столько всего там, да, покажу. Но я не делал никакого плана. И на самом деле, вы знаете, истина, ее надо просто показать. Суть моего уже этого конечного ролика, конечно же, призвать, особенно тех, кто услышит, человек, который не христианин, никогда, может быть, не слышал ничего о Христе или что-то так, никогда не читал, пусть даже тех Евангелиях в любом переводе, в синодальном, новом русском, или вы там, пусть человек другого языка, нерусского, в своих каких-то переводах, прочитайте просто эту книгу о Евангелии, о жизни и учении Иисуса Христа. Меня просто не раз, как проповедниках истины Христа, не раз укоряли в том, что, ну, в моем свободомыслии таком, да, и отрицании, спокойном анализе всех извращений, которые приписываются христианству, да. Меня не раз тоже пытались уличить, что я там йог или йогизм проповедую. Я думаю, что после этой серии у многих, ну, у противников-то ничего не встанет на месте, скорее всего, в голове, а все-таки у таких полуколеблющихся все-таки что-то должно встать на месте. Я никогда не стану йогом. Мне неинтересны все эти фетиши, все эти медитации, все эти невидимые энергии, да. Все вот эти ступени йоги, кроме там первых двух, на которых мы много говорили действительно о любви, все равно плохо, хорошо какое-то, проявляемое Божьим творением. Христианство, оно вот в этом. Оно именно в любви, в этой, да. Именно в этой. Оно реально личностное. Христианство говорит о том, что человек, ты уникален, потому что даже Бог сам уникален. Это не какая-то брахма, это какая-то энергия, которую ты будешь пытаться там медитациями достичь. Вот он он. Один из учеников Иисуса, любимый ученек Иоанн Богослов, апостол любви, так и писал. Своё послание начинается со слов о том, что мы видели, что слышали, что осязали руки наши. Представляете, Бога можно слышать явно, видеть явно, осязать явно. О слове жизни он говорит о Боге, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем вам всю вечную жизнь. Бог есть свет, любовь, абсолютная доброта, и нет в нём никакой тьмы. Вся суть Евангелия, вся суть христианства, вся сущность Бога – это любовь. И в отличие от всех, явное доказательство, пусть мы в него верим. Даже многие из учеников усомнились, когда Иисус воскрес. Но вы знаете, такое придумать невозможно. И почему ни одна тогда религия этого не придумала до явления Бога на землю? Почему никто не утверждал, что есть некий человек, который воскрес, ещё и вознёсся там куда-то и вечно живой? Именно в плоти, в бессмертной. Конечно же, христианство этим отличается от иогизма. Само бессмертие, понимание бессмертия, понимание личности, понимание мира, понимание радости жизни, вообще блаженства. Что блаженство-то и есть в счастье, в радости, а оно невозможно без переживаний вот этим вот телом, или тем, что проходит грани видимого не мир, невидимого, вот эта вот грань называется ощущениями. За этой гранью есть чувство, сердце, душа моя, которая через ощущения чувствует что-то, и ум, который получает удовольствие от этих чувств, и анализирует, что ему делать дальше, как проецировать в мир это, и то же самое дарить либо другим это, то есть радость или наоборот страдание, хотя сам он тоже мог испытать боль до этого, или радость, делает вывод. Вот о чём христианство. Христианство, оно, Иисус, слово блаженства употреблял постоянно. Блаженны вы, блаженны вы. Будьте совершенны, вот любя врагов ваш, как совершен Отец ваш небесный. А Бог благ, никто не благ, как только Бог. И стать благим можно только в абсолютной, совершенной любви ко всему Божьему творению, даже сейчас, на этой земле, в мире, лежащем возле, в людям, пребывающих в грехе. Правда, она проявляется, я говорю, почему он потом сразу любит христиан, тыкать, что они должны всем туфли целовать. Это абсолютно не так, Иисус этого не делал, и вы убедитесь, прочтя Евангелие. Концентрация йоги, мы с вами увидели, она вот вся. Я, энергия, брахманс, растворился, полный транс, сон, никаких ощущений, ничего вкусного не есть. Вы помните, все это мы с вами читали. Христианство вообще не об этом, христианство о радости жизни. Иисусу укоряли, ну, это уже были, конечно, злые языки, о том, что он, да, тунеядец, алкаш и обжора. Хотя он просто ходил и туда, куда его приглашали, вместе с людьми ел и пил и веселился в тех здравых нормах, которых должны быть у человека, потому что присвящение вызывает такие же страдания. Объелся, живот не с варенья, да. Осковина на языке что-нибудь переел того или сего. Все доступные законные удовольствия им и в мире их употреблять – это радость для человека, это счастье. Христианство и блаженство – это равно, это одно и то же. Христианство и проповедует о счастье человека, о том, как быть человеку счастливым, блаженным. И дает такой простой и понятный путь, в отличие от буддизма, вы когда… От югизма, буддизма, любой другой религии или мировоззрения. Очень просто. Прими раз бессмертие, себя как личность и всего бытия, и второе – полюби весь этот мир. Все. Все так просто и понятно. Христианство – это простота. Много, что я хотел сказать. Очень часто, вы знаете, выключаешь ролик, и именно потом… Что-то хочется еще добавить, еще… Ну, я достаточно за эту серию этих видео выговорился, наговорился, да, все вам показал, рассказал. Пусть каждый из вас сам выберет, где ему быть. Конечно же, Бог просвещает всякого человека. Все мы люди на земле. Мы с вами видели похожие вещи. Я, конечно же, этим последним, последними, в принципе, словами уже хочу попытаться еще раз ответить на те вопросы в комментарии Елены о том, стоит ли, как я отношусь к йоге. Я, конечно же, отношусь… Да, в принципе, этот ролик по-другому никак и не закончить. Как я отношусь к йоге? Конечно, к тем практикам. И стоит ли практиковать йогу христианам? Я уже все вместе сейчас буду отвечать. Конечно, из того, что мы с вами прочитали, сам я обо всем это вникал, как я говорил, как христианин с десятилетним стажем. Я и сейчас пытался, даже честно вам скажу, сейчас специально пытался опять читать все это непредвзятое, вникать и вам, для вас это все читать, записывать. Я и на середине рубежа этого своего десятилетнего стажа, как я говорил, тоже что-то опять доисследовал, пытался вникнуть, какую-то пользу оттуда взять. И уж не говоря, на заре своего покаяния, естественно, был максимально непредвзятый, потому что еще и христианство как таковое только вникал, да, был в пустыне в такой же, в познании, а потом и в деле пытался все это реализовать. И, конечно же, все, что вы в мире видите, самое светлое, самое доброе, конечно же, принимайте и следуйте этому. И поэтому, конечно же, человек, который, познакомившись с йогой, может быть, потом отойдет от нее, но возьмет из нее что-то в свою жизнь самое светлое. Вот веганы есть такое движение, вообще не религиозное. Это люди, да, зачастую именно отрицающие сами себе, правда, в укор и в беду, так скажем, отрицающие там бессмертие, еще что-то, да, любовь, может быть, к врагам и так далее. Ну, действительно, любят животных, да, вот этих беззащитных живых существ, чувствующих, всячески их защищают, причем во всех сферах, не только в сфере там еды, когда их там убивают ради пожирания трупов, и медицинских опытов, чтобы их не использовали, чтобы ради шкурок там их убивали и так далее, и так далее, и так далее, и развлечения этих всяких цирков, да, эксплуатации животных. Конечно же, эти люди, все, говорю, вызывают у меня уважение, я каждого из них считаю своим родным и близким человеком, вот за это, по крайней мере, да. Поэтому, конечно же, как я могу полностью запретить, и как христианин проповедует, что йога – это просто тьма. Конечно же, полнота истины вы обретете во Христе, в любви, во свете, но, опять же, с теми псевдохристианскими культами, которые существуют в мире, если вы вдадитесь в православие куда-нибудь, ударитесь или вас засосет католицизм и протестатизм – это беда, потому что там нет никакого христианства, там нет истины. Там вам такую лапшу на уши повесят, что вы потом от этого говна не отмоетесь просто-напросто. Вы оттуда, вас так засосет, вас так туда закуют, что вы оттуда выбраться непросто так не сможете. Потом вам также тяжело будет избавляться психологически от всех тех бредней и заквасок, которые вас вдолбили. Поэтому, как я отношусь к практикам йоги? Мы с вами читали и на протяжении всего этого чтения, изучения, что мы с вами прикасались, где вещи были добрые, светлые, соответствующие истине. Конечно же, я говорил, конечно же, я одобряю. Любой человек должен это практиковать. И то, такие слова, как «практикаю», мне даже неприятны и они неправильны. От зла человек должен просто отречься. В добре должен усовершаться и возрастать. Вот и все. И, конечно же, все самое доброе, самое светлое. Да, принимайте. Просто полноту счастья, конечно же, вы обретете в Боге, в истине, во Христе, в личностном Боге. О чем не говорит все равно индуизм, буддизм. Все у них вот это срастворение. Что счастье – это действительно получение законных удовольствий, которых Бог сам сотворил человека. В раю сказал, все тебе, пожалуйста, для наслаждения. Только не твори зла. Как мы с вами видели, йога и буддизм начинают отстраняться, делят мир на какое-то чуть ли не плохое или хорошее, материальное и нематериальное. Все сотворено Богом, в себе самом, что не обладает свободой, нет ничего злого и плохого. И лишь то, как мы на что это направляем и как действуем в этой жизни – это является добром или злом. Поэтому, как я отношусь к таким практикам? Конечно же, все, что положительное. Тем более, я говорю, я уж молчу про эти псевдохристианские культы. Да и человек посмотрит на них, конечно же, он ударится во все, что угодно. Хотя, вот как мы видим, фетиш по мертвечению. Оказывается, и йогу не обошел стороной. Сеть захоронения будд или йогов, да, являются святынями становятся. Такой же фетиш, ну пусть там эти в саркофагах хранят кто-то, хотя есть и под спудом, как они говорят, под землей или под плитами. Но вот этот фетиш по мертвечению, да, фетиш по такой же чуть ли не как это материальной, такие же обрядовики, да, и обрядов у них полно. Ненужных никому, ничего не дающих человеку, ни к чему его не подводящих на самом деле. Вы помните эту веру в тряпочку подо мной, которая сохраняет всю накопленную за всю практику йоги мою энергию. Ну что это такое, да? Все, что, конечно же, доброе, вот отношение к людям, к животным, к природе. Вера хоть в какое-то бессмертие изменит человека, да, в карму, то есть все, о чем говорил Иисус, а это есть природа бытия, что сеешь, что и пожинаешь, да, что каждый получает должное возмездие за свои дела. Да, сразу, не сразу, это не суть важна. Если бы мы сразу по голове получали за злое дело, мы бы свободными не были бы, да, мы были бы пробами просто из страха того, что сейчас по голове треснет. Если бы сзади молоточек стучал бы по макушке за каждое злое дело, ты бы, конечно, перестал делать, потому что сейчас опять по макушке получишь. Но действительно, в оконцовке своей мы все живем по закону бумерангу. Посеял, пожал. Грабли. Наступишь, дадут по лбу, все так и будет, сотворишь злоб, все это тебе вернется. Исповедует это йога, буддизм там исповедует. Хорошо это, конечно, хорошо. Вы знаете, все смешать в черно-белое, конечно же, нельзя. Но в йоге, в буддизме вы много тоже хлебанете, конечно, я это попытался показать, пробежав, пусть это, не знаю, для кого-то эти 30 роликов покажутся. Просто одним днем, одним часом просмотром, от кого-то, наверное, устанут от всего этого просмотра. Что все вот эти вот, там свободы, даже не столько, конечно же, они тоже как бы говорят, вот именно сами, у них любимое слово освобождение тоже, да, вот это мокша и прочие вещи, да. Но при этом они сами рабы всего вот этого. В настоящем христианстве тот глянет, как я буду неоднократно говорить, все равно в это же повторяться, в эти же самые Евангелия, которые до нас дошли. Пусть и через псевдо-христианские секты, культы и религии. Иисус никогда на этом не акцентировал внимания, и более того, он этого сам не делал, ничему этому не учил. Вы свободны от всего этого, от всех этих внешних обрядов, форм каких-то, поклонений, каких-то якобы упражнений, которые вас к чему-то к этому ведут. Все, что делал Иисус, творил добро. Вот и все. Говорил, естественно, о бессмертии, и потом его еще явно явил собой, чего никто в этой жизни сделать не способен. Иисус сам воскрес, потому что имеет жизнь в самом себе. По этой плоти все умирали, ни у кого явных доказательств нету бессмертия. Те, кто оттуда приходят, никому тоже ничего доказать не мог, потому что они это видели, но другие только им вынуждены верить. Конечно же, я о справедливости ради всегда говорю, что понятно, и мы сейчас с вами, христиане 21 века, да и, в принципе, со времен 1 века, после вознесения Иисуса Христа, мы лишь можем людям проповедовать и говорить об этом. Но они уже тоже только верят. Опять же, на примере Евангелия мы с вами видим, что даже если мы своими глазами увидим, мы можем не верить. Иисус не верили, что это Он, что Он воскрес, что это бессмертная плоть, что Он возносится, оставляет нас в свободе. Исбрать свой путь жизни. Вот так вот. Поэтому, конечно же, на вопрос, я надеюсь, я ответил Елены, всего в 30 роликах, и сейчас все заключительно, еще раз резюмирую. Как я отношусь к йоге? Я отношусь с рассуждением и всем рекомендую. Если вы сегодня на колебаниях какие-то, кто-то мой слышит ролик, изучите. Уйдите в эту пустыню, уйдите в себя. Не делайте резких движений, не бросайтесь сразу идти по пути, который вы еще вот так ногой не прощупали, может, от болота. Поизучайте христианство, разные его ветки. Поизучайте йогу, теорию сначала. Всяло мировоззрение, вера, отслышание. Путь после мысли, дело, слово. Сначала изучите все. Естественно, если вы все с рассуждением изучите, не обязательно следовать кому-то к какому-то течению, как мы с вами в йоге или в псевдохристианстве. Все, я раб культа, я, как это там было в йоге сказано, да. Обязательно тоже приверженность школе там, да, или учителю. Не надо такого. Иисус никого не требовал быть просто зомбированным своим учеником только потому, что вот на праве того, что он там учитель или творил невероятные добрые дела, невероятной силой, невероятной божественной силой, чудесным образом, да. Как я себя говорю, творил добрые дела чудесным образом, как никто практически никогда не творил, да, в истории, тем более в таких масштабах и с таким эффектом. Вот. Но Иисус всем говорил, хочешь, пожалуйста, вольному воле. Не раз такое было в Евангелии. Христиане знают, о чем, я говорю, не христиане узнают потом. Не раз он такое говорил, я интерпретирую порой несколько его вот этих эпизодов и с родственниками, и с друзьями, и с учениками, и с фарисеями, и с книжниками, да. Пожалуйста, общая мысль была вольному воле. В настоящем, в христианстве, в истине, вы обретете свободу. Свобода во Христе, есть такое понятие, словосочетание, которое произносил апостол Павел. В йоге вы вляпаетесь тоже вот в это рабство, вы вляпаетесь в эти секты, в эти учения, в эти последования, вы будете, да, вынуждены все это. Я уж молчу про язык, вот мы с вами читаем, да, если вы русский человек, посмотрите тоже фетиш, как и в псевдо-христианстве, в православстве, в претестантизме, вы будете вляпываться в это, в непонятный язык, вам нужно будет эти слова изучать зачем-то. Зачем все это надо? Истинно доступно, слово любовь и вечность, бессмертие, все знают, пусть на своем языке, оно всем просто и понятно, с чем оно ассоциируется. В христианстве вам просто все, что придется узнать, это что такое с бессмертием, вообще все понятно, я просто вечен. В каком я теле, как это вечность, ты сейчас не поймешь, что только внутренне, понимаешь, когда чувствуешь, что ты бессмертен, вот и все. Это тело, конечно, выпьет, потому что как рубашка скинется. По поводу любви только у вас будут вопросы. Как любить мир, лежащий во зле? Все. Но в сердце своем, через Евангелие или наоборот, с опытом жизни, с притворением этих заповедей любви даже к врагам в жизни, вы научитесь, что такое любить мир, лежащий во зле. Через какие дела, как поступать с людьми, которые тебя действительно готовы на кого посадить. Вся сложность будет. Но и то это не столько теория. Теория, вы можете черпать ее, конечно же, из тех Евангелий, которые имеются в нашем мире, лежащем во зле. Да, из Евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Можете почитать деяния посланий апостолов. Лишнее не будет изучить Ветхий Завет. Но жить вы должны сами, свободно, подвязаясь в любви к всему Божьему творению, даже которое грешит, даже непосредственно, тем более, лично против вас. Вот и все. Мы видим, в йоге вы будете вляпываться. Поэтому какое мы отношения? С рассуждением. И то, что хорошее, берите, принимайте, реализуйте в вашей жизни. Плохое все выкиньте и забудьте об этом. А цель это не я вам ставлю, цель еще кто-то. Счастье каждого, кто не хочет быть счастливым, кто не хочет быть блаженным, кто не хочет испытывать удовольствие, покажите мне такого человека. Я всегда проповедую о той простой истине, о которой проповедовал Иисус. Это то, что меня окружает. Я всегда говорю о том, что присуще в этой жизни. Не вот об этих фантазиях. Все, к чему мы все стремимся. Для чего мы работаем с утра до ночи, что-то делаем, чтобы быть счастливыми. Ну, что себе, подстилочку помягче стелен-то. Для чего? С одной целью. Получить удовольствие. Вы такое мало где найдете. Потому что мир настолько уклонился от истины, что каждый несет действительно такую ахинею порой. Такие вещи не связаны с жизнью. В йоге этого тоже много мы с вами видим. Ну, и закончу я чисто за себя, скажу, да. Вопрос был лично ко мне. И хочется сказать всем, кто... Потому что, конечно же, до вопроса Елены в том комментарии, до этих вопросов, мне не раз, конечно, о йоге спрашивали. Более того, как я вам говорю, по каким-то моим мировоззрениям или... Да. Пытались меня и к йогам отнести. Кто-то из добрых пожеланий. О, ты наш, ты наш. Кто-то из злых. Чтоб тыкнуть, что я типа не христианин. Ну, вот всем этим людям, мне одним, так скажем, разом хочется ответить. Я похож на йога. То, что мы с вами прочитали много, я там говорил, что я согласен. А с тем, что я был согласен, разве это не соответствует любви и истине? А значит, Христу и христианству соответствует. Буду ли я йогом? Нет. Я буду сюда себя позиционировать как христианин. Как христианин, как ученик Христов. Как дитё Божье, несущее в мир, даже лежащее возле. Вот эту вот простоту истины, свободы в ней, которая в чём? То, что человек хочет обрести полное счастье, полное блаженство. Да. Прими бессмертие собственной личности, уникальности, уникальной личности. И живи в любви ко всему Божьему творению, проявляя эту любовь в делах, естественно. И тогда ты будешь и радостным, тогда и мир обретёшь, и покой, и тогда и смирение к тебе прилепится. Потому что ты просто через дела любви к Божьему творению, ты, естественно, не сможешь быть надменным. Станешь смиренным, не будешь тщеславным, а станешь кротким чуть от своих же людей, когда ты всех почитаешь такими же, как ты, над кем ты будешь, от кого ты будешь там славу принимать. Нет. Ты сам будешь всех хвалить и славить. Вот. Естественно, будешь терпеливым, потому что в мире много всего нехорошего. Но я, естественно, буду всегда это проповедовать. Йога, вот это все вот эти практики, что там до плоти касается, что даже до духа, какой транс впадать, во сны, в нирвану, мне это не надо. Я счастлив от того, что я всё вот это осознаю. Да, по картиночке йоги, помните, как будто я пришёл в состояние духовное. Но я пришёл через эту деятельную жизнь. В начале в пустыне, приняв это в теории, пройдя путь евангельской жизни и идя по нему по спирали Фибоначчи, раскручиваясь по спирали Бога, всё больше и больше утверждайся в этом святом, в святой жизни, в любви к Божьему творению. Ты просто утверждаешься вот в этой пустыне, в то, что ты принял в этой пустыне. Вот и всё. Это твоё внутреннее счастье приходит от этой святой жизни. Вот так вот. На этом у меня всё. Я всем вам, мои родные, любимые, сердцем вам, дорогие люди на Земле, желаю вам обрести истину, в теории хотя бы сначала принять её. В практике вы её обретёте, она станет вашей частью. И это не какое-то будет надуманное или выдавленное из себя блаженство. Вы действительно станете счастливыми только тогда, когда вы всё вот это вот и истину в теории примете, о собственном бессмертии, бессмертии бытия. И что полнота истины, блаженство невозможно без любви всего ко всем, всячески во всём. И когда вы пойдёте по пути вот этого вашего мировоззрения, вы станете и на практике абсолютно счастливыми. Вас просто это переисполнит всё. На этом я с вами и попрощаюсь. Напоследок только скажу, что у кого ещё остались какие-то после этого моего маленького цикла на маленький вопрос, что-то недоразумение какие-то, вопросы, пишите в комментариях, в личку мне, куда хотите. Задавайте ваши вопросы. Я готов и к беседам всегда открыт, и готов и открыт, и в скайпе, и по-любому, по телефону, где угодно я отвечу на все вопросы. Готов вступить и в добрые дебаты, и в злые, и в противящиеся кто, что, кто будет защищать йогу, или вообще, или как христианин вы будете, наоборот, защищать христианство, как вы думаете. Да, не согласны с тем, что я сказал. Пожалуйста, я для всех открыт. Также в комментариях попрошу вас высказать своё мнение после этого цикла лекций, курса, что у вас, может быть, что-то открылось, что-то утвердилось, какое просто впечатление, какие эмоции получили. Если кому-то считаете нужным и полезным будет, поделитесь на своих страничках в соцсетях, и самим плейлистом научитесь это делать, и какими-то отдельными, может быть, роликами, или всеми. Если вы желаете людям блага и считаете, что эти видео помогут им открыть глаза. Ставим лайк, если действительно ролики нравились, и этот в частности, это помогает всем таким продвижением на Ютубе. Подписывайтесь также на канал, если вы ещё не подписаны, впервые попали. Жмите на колокольчик, есть такой, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и, в принципе, я всё сказал. У меня есть личный авторский христианский сайт, посвящённый проповеди Евангелия Христианства. Название его христолюк.ру Всех буду рад там тоже видеть. Там много разных интересных материалов. Всё, я с вами прощаюсь. Пока-пока. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok